друзья всем привет рада вас видеть сегодня будем готовить яблочную шарлотку по классическому рецепту яблочный пирог но мы его адаптируем у нас будет без сахара без глютена мы сделаем на миндальной муки можно использовать также любую цельнозерновую муку если вы на пп и у нас получится очень хороший диетический пирог с низким гликемическим индексом и поговорим мы сегодня с вами связи о физической активности при похудении в начале процесса и в дальнейшем а значит яблочки мы берем зеленые садовые максимально кислые в этот пирог они нам отлично подойдут вот что касается яблочек на кето они разрешены но опять же садовые зеленые кисленькие выбираем и мы еще помним что в яблоках в них много пектина вообще они очень полезны в них много клетчатки поэтому используем их не стесняемся особенно если вы уже в китозе с третьего месяца и если у вас нет проблем с китозом то есть первого вы можете их употреблять но осторожно всегда следите за своим самочувствием не выводят ли они вас из китоза не поднимают ли уровень глюкозы и еще не содержит такой гормон грелин который напрямую стимулирует чувство голода поэтому с ними нужно быть аккуратными вот так скажем но яблочные пироги нам нисколько не запрещены и так мы их тем более сделаем без сахара добавим туда жиров орешков полезных яиц сделаем такой диетический бисквит все будет супер но с чего я предлагаю начать друзья значит смотрите возьмем большую глубокую тару мы забыли миксер а нет он здесь в общем у нас все есть значит давайте мы с вами начнем с дыхательной гимнастики которую я вам показала в прошлый раз и сказала что каждый раз когда они вспомнили сделайте она нам поможет настроиться на рабочий лад и успокоиться и так 30 делаем коротких вдохов и выдохов делайте а со мной в одном ритме я уже сбилась со счета но примерно где-то 30 теперь набираю полный легкие воздуха и задерживаем дыхание на 30 вдохов выдохнули теперь просто глубоко спокойно дышим вы можете почувствовать как запульсировала кровь так и должно быть сейчас у вас наступит небольшая может закружиться голова небольшое кислородное голодание которое сменится гипервентиляции легких клетки крови начнут очень активно поглощать кислород и он дойдет до самых 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 кончиков нашего тела которые голодали без кислорода а мы сейчас наполнили мысли нас покинули а минуточек через пять вы увидите как наступит расслабление и получим настоящее удовольствие от процесса и так начинаем нам понадобится 3 яйца вообще максимально простой понятный и очень быстрый рецепт так раз но это не значит что мы можем не на костякчить на костякчить на костякчить мы можем всегда так 3 яйца дальше стакан муки вот смотрите когда в рецепт говорят стакан или чашка имеется в виду объем 250 миллилитров я насыпала 250 миллилитров миндальной муки среднего помола в этот раз у меня вот такая нац планет мука я обычно заказываю на маркетплейсах и здесь у меня получилось 120 грамм я взвесила 120 грамм муки я взяла пудру эритрита и тоже насыпала одну чашку 250 миллилитров объемом здесь получилось у меня 110 грамм тоже сюда же а если вот у меня вот такой вот эритритол пудра доб дроп я для выпечки использую его он мне нравится больше всего часто нам нужно вот эта кристаллическая форма как в сахаре до песка чтобы допустим сделать бисквит иначе он будет не неудачным сложно сделать бисквит без вот этой вот кристаллической структуры который дает сахар так и вы у меня последнее время спрашивать еще вот про такой продукт эритрит и экстракт стиви он продается например во вкус или есть у других производителей да его тоже можно использовать его нужно брать в два раза меньше а лучше всего пробуйте так значит теперь мы добавляем разрыхлитель примерно одну чайную ложку мука миндальная тяжелая и разрыхлитель нам нужен еще сейчас лимончик возьму лимончик нужен чтобы погасить наш разрыхлитель вот увидите он начал шипеть и тогда наш бисквит будет более равномерно таким воздушным так немного соли соль моя куда-то пропала вот они тут она так немножко соли соли-то усилитель вкуса и вы знаете если вы используете допустим пшеничную цельнозерновую муку или даже полбину и муку там есть глютен глютен он связывает муку а в миндальной муке глютена нет поэтому она может продумать готова выпечка получится слишком рыхлой будет разваливаться используют различные загустители например псиллиум или ксантановую камень но они мне не очень нравится я предпочитаю в качестве загустителей использовать льняную муку она хоть и коричневая имеет немножечко такой своеобразный привкус но мне нравится мне кажется яблочный пирог она хорошо подойдет она немножко будет нам напоминать ржаную муку и в плане вот этого вот связующего до связующей роли она ее как раз у нас и выполнит ну что все давайте взбиваем миксером взбиваем миксером взбиваем миксером до 2 минутки по взбивали и хватит так значит практически у нас уже все с вами готово сейчас мы почистим и порежем на дольки яблоки яблок нам нужно три-четыре штучки берем нож и значит про физическую активность не будем далеко ходить сейчас прямо начнем вот смотрите во первых для физ активности вот эта дыхательная гимнастика которая вам показала очень хороша делайте минимум три раза в день утром днем и вечером вы будете здорово разгонять свой метаболизм не думайте что физическая активность поможет вам сжигать калорий калорий там сжигается минимум знаете надо час ходить чтобы одну баранку отработать вот поэтому не стоит так думать физическая активность нужна для укрепления мышц и для улучшения метаболизма организма вот поэтому и дыхательная гимнастика в этом плане очень хороша сейчас я вам покажу еще одно убойное упражнение мы начнем пока с вами чистить яблочки просто дольками их режем значит рассказываю я недавно делала боди лифт это подтяжка нижней части туловища после похудения в сложности похудела на 58 килограмм за длительный длительный период и я занималась спортом я ходила на все возможные поверьте мне косметологом я отлично питаюсь все витамины пью коллаген пью в общем ну все все что я могла я сделала но все равно остался некий фартука избыток кожи который я удалила вот сейчас с помощью пластики значит вот некоторые меня критикуют за это вроде как знаете это не спортивно надо было как бы ну все равно раз я такая типа вот фитоняшка да и там то я должна была как-то самостоятельно с этим справиться нет друзья я не справилась кто справится тот пожалуйста справляйтесь значит что хотела вам сказать а и со мной лежала девушка потрясающей красоты в общем тоже спортивная и и очень красивая грудь сделана попочка сделана а талия своя вот такая прям тоненькая без абдомина без ничего она никогда не худела на фигурка у нее такая прям знаете накаченная и я говорю боже откуда у тебя такая талия откуда у тебя такой плоский пресс ты просто роскошная она говорит я вообще с детства сама научилась делать вакуум и всю жизнь его делаю и я сейчас 34 по моему года она сказала что ее дочке 17 и она ее тоже с детства приучила делать этот вакуум и у дочки такая же тонкая талия причем вакуум простейший то есть она не изучала его по каким-то у каких-то тренеров ну сама говорит вот сама дошла в детстве еще вот что такое могу делать короче что она делает втягивает просто живот до стараясь прижать пупочек позвоночнику максимально и держит его в таком состоянии напряженном и дышит вот мы с вами сейчас будем это делать пока вот я не дочищу яблоки да и не уложу их вот но она говорит что она но она допустим засекает какое-то время скажем пока жарит яичницу она держит свой пресс вот или говорит мы бывает с дочкой идем куда-то и говорим так давай вдохнули и типа держим до держим живот до там торгового центра как мы с ней такие идем держим живот и вот таким образом она отработалась и вот эту великолепную талию вот я сейчас живут свой держу хотя говорю с вами дышу и вы тоже лепили выдохнули по максимуму прилепили пупочек позвоночнику и держим держим вот смотрите как я держу я втянула хотя у меня отек присутствует довольно сильно еще в районе торса вот держим держим складываем яблочки показываю вам как я их укладываю форму можно взять круглую я взяла квадратную яблочек чем больше мы положим тем вкуснее будет не режьте их очень тонко если они останутся толстенькими тоже будет сочно но мне честно говоря два яблочка уже похитили и слопали ну ладно ничего это тоже полезно так значит кладем наши яблочки как они вкусно пахнут вы знаете бывают счет семеренка да но они уже такие сортовые уже кисло-сладкие уже в них сахара чувствуется что очень много а вот в этих только одна кислиночка типа антоновки нам надо сюда вот это очень хороший вариант наша антоновка держим пресс держим дышим мы с вами сейчас уже знаете как свой метаболизм прокачаем пока готовим давайте каждый раз будем это делать когда будем готовить они смотрите у меня в самый раз яблочек сейчас их засуну поплотнее и будет то что надо я уже включила духовку на 180 градусов в общем моя вам заповедь не торопитесь со спортом не торопитесь бежать в спортзал если вы до этого туда не ходили и вот вы садитесь на диету и бежите в спортзал да еще по три раза да еще на силовые еще вы хотите сразу вскочить на весы и увидеть там серьезный минус замерить талию накачать себе мышцы а вот ничего подобного не будет будет только адская усталость усиление аппетита голод адский появится если вы себя ограничиваете то будет очень плохое еще самочувствие все отпускаем животик потому что яблочки мы уложили вот поэтому нет не надо этого делать вы успеете все придет своим чередом вначале я вам рекомендую вот дыхание будет пожалуйста талию держите пока яичницу утром жарится или что там сырнички какие-нибудь и третье это ходить и вот ходьба это то что нам надо можно соединять это с дыханием и во время ходьбы пьем водичку мы еще прекрасно прокачаем сделаем отличный лимфодренаж когда вы идете и пьете прям запускается вот это вот уходят отеки а на фоне низкоуглеводного питания с вас прям начнет выливаться вода вот ходьба то что надо минимум 30 тысяч шагов в неделю максимум 70 тысяч шагов в неделю больше ходить тоже не нужно все заливаем вот наше жидкое тесто и мы просто сверху ничего не забыли мы до заливаем его на наши яблочки укрываем их везде 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 потому что то что у нас останется не укрытым тестом может немножечко подгореть вот очень запомнили ходьба дыхание да вот массажики разрешены как раз массаж и без ограничений вы можете с первого дня как начали худеть ходить на всякие там расслабляющие релаксирующие массажи снимающие отечность все это пойдет на пользу но тоже не злоупотребляйте ходите так чтобы это доставляло вам удовольствие вот еще что я вам хочу сказать насчет спорта вы если хорошо позанимались мышцы знаете как притягивают жидкость вы можете увидеть на следующий день на весах очень хороший плюс они минус у вас и текут все мышцы и еще и огорчитесь что боже мой я все же дети я занимаюсь и ничего у меня нет очень прямая дорога к срывам не надо в плане сжигания калорий это минимум мышцы вам качать еще рано сначала надо согнать жир лишний все успеете и потом встретил где-то месяца вы постепенно начинаете заниматься это идете сначала на такие практики как стрейчинг как пилатес как йога если вы уже ходите то вы можете вот привычную свою физическую активность сохранять бассейн кстати отличная вещь его можно уже со второго месяца первый месяц вообще советую вам все-таки от любых таких вот физических нагрузок дополнительных воздержаться а со второго в бассейн пожалуйста все от отношу пирог ставлю его на сто восемьдесят градусов на 40 минут в духовочку сегодня мы с вами довольно быстро управились выпуск у нас получился не длинный но информативный берите на заметку друзья насчет того что нет времени ходить нет времени сложно найти да это время но я вам скажу возьмите бутылку воды да удобно оденьтесь поставьте наушники в уши включите любой мой выпуск на кухне с машей или то что вам нравится музыка сериал то что вам интересно а любое интервью и идите и вы поймаете кайф и пейте водичку если вы запретите себе расслабляться с помощью еды ваше тело само начнет искать и подсказывать вам где вы можете найти другие способы расслабления и ходьба один из них и когда вы поймаете этот кайф вы уже не сможете без него жить он войдет в вашу жизнь и заменит вам многие другие только будет делать вас еще здоровыми красивыми румяными идите немножечко так быстро со скоростью смотрите по сторонам очень важно смотрите перед собой отучитесь смотреть себе под ноги многие идут и как бы контролируют дорогу не надо этого делать сначала он будет страшненько вам будет казаться что вы сейчас споткнете упадете потом вы привыкнете вы будете во первых у вас будет вырабатываться хорошая осанка вот это вот место расправиться до голова встанет на место вот здесь вот все будет подтягиваться во вторых вы будете смотреть по сторонам будете видеть небо солнце море кому что повезло сегодня увидеть лица других людей смотрите на них любуйтесь какие некрасивые а вот улыбайтесь улыбайтесь людям улыбайтесь жизни все в конце я вам покажу тортик мой пирог готовый и напишу свои впечатления что у нас получилось а вы обязательно поделитесь своими впечатлениями поддержите меня лайком и пока пока и а Субтитры сделал DimaTorzok